И снова молодежный центр принимает гостей. Вновь мастер-класс и лекция. На этот раз собравшимися делятся своим взглядом на уличное искусство художники арт-коллектива «Фрукты». Это общий псевдоним художников из Перми – Виктора и Светланы. Мы покажем историю картинок про то, что в уличном искусстве мы ценим, какими методами пользуемся, что для нас важно. Если некоторые из художников отдают предпочтение причудливости форм или наоборот – примитивизму, ограничиваясь своим псевдонимом Ником, то уличные художники подходят к явлению стрит-арта иначе. «Фрукты» творят на основе уже имеющегося в городском ландшафте. Элементы газовых коммуникаций превращаются в пиноккио или канализационный люк раскрашивается под не менее мультяшную бомбу. Вся суть в том, чтобы сделать вторжение в городскую среду максимально незаметным и гармоничным. Как они взаимодействуют с городским пространством, как они из обычной двери могут сделать какой-то арт-объект или произведение уличного искусства. Как они могут изменить и превратить стену в чат, например, в котором они взаимодействуют с прохожими или с другими уличными художниками. Своеобразный уют работам придает и то, что они отсылаются к явлениям и произведениям массовой популярной культуры, а стало быть, для многих родные, привычные и отторжения не вызывают. В отличие от беспорядочных надписей, они среду украшают, а не засоряют. В современном городском искусстве, кроме внешней красоты, должна быть еще и функциональность. В данном случае ее роль будет играть возможность что-то изменить. Социальный комментарий или коммент оставить можно на стене не виртуальный, а самый настоящий. Искусство ведь должно побуждать к действию. Иногда даже самая простая надпись может помочь решить коммунальную проблему, пусть и небольшую. Союз Аполлон. Надпись на стыке водосточных труб когда-то поспособствовала ремонту. И, видимо, она понравилась слесарям и ее оставили на месте. Спустя 2,5 года я прохожу в нем этого места, и вот стыковка произошла. Но он думал, что она произошла. Еще и те, кто это ремонтировал, не попорчивали. То есть, надпись сохранилась, что вы видите. Фрукты приехали в Альметиск на 9 дней. За неделю с небольшим они вместе с другими энтузиастами стрит-арта будут исследовать город, продумывать, какие работы и где появятся. И в конце концов, паблик-карт станет достоянием публики. И в маршруте гидов появится новая точка. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметиск ТВ. Продолжение следует...